Сегодня мы разбираем магазин украшений. Ребята делают украшения, и этим занимается Сергей. Он попросил меня сделать небольшой разбор. Давайте сначала посмотрим, собственно, о чем тут речь. Итак, я сначала думаю, нужно сформулировать наш разбор. Окей, существует схема продвижения проектов, основанная на личном бренде, где личного контента должно быть 70-80%. Пока ничего не понимаю, но ладно. Для этого у нас большой вопрос, так и мы хотим именно повысить узнаваемость нашего бренда. Окей, у нас не инфопродукты, а каталог моделей. Хорошо, сейчас порядка 100, но они регулярно пополняются. Модели это, я так понимаю, украшений. Да, вот они здесь, украшения. Сейчас мы их посмотрим. Пополняются. Для нас очень интересна именно стратегия роста в инсте, исходя из особенностей проекта и продукта и ниши. На данный момент людей привлекают в основном таргетом. Окей, плюс сколько-то людей пришло через работу с несколькими блогерами, через совместную работу с моделями-стилистами. У нас было несколько фотосессий с прекрасными ссылками друг на другу, перекрестными. Сколько-то людей, таким образом, на нас подписались. Аватар и аудитория у нас пока в примерном состоянии. Но я бы рекомендовал сразу с аватаром поработать все-таки. Мы опираемся на свои представления и тестируем чужие рекламы. Но на что опираетесь, неважно. Вы должны составить какой-то гипотетический портрет вашей аудитории. Потому что если это не составить, непонятно, зачем и кто покупает ваши украшения. Как это сделать? Можно посмотреть по максимально выгодным покупкам, которые у вас были. Кто эти люди? Для чего они покупают? Позвонить прямо им и спросить, почему они принимают решение работать с вами, для чего они покупают ваши украшения. У нас аудитория достаточно холодная, греть нужно прилично, чтобы что-то продать. Окей, то есть аудитория приходит не подогретая. Ну, кстати, можно работать с предыдущими, да, и можно какую-то программу лояльности делать. Но это другая тема. Я так понимаю, задачи сейчас новых привлечь. Хорошо, их нужно прогревать, чтобы им потом продавать. Окей, схема такая. Продаем изделия из нашего ассортимента, подписываем людей на нас. Таргет-блогер, греем контент, продаем. Окей, все. Теперь мы смотрим, да, собственно, что мы сейчас видим, что вы продаете. Давайте посмотрим и заоценим. Так, значит, местный бренд украшения, МСК, авторские украшения, серебро 925-й проба, ручная работа, подарочная упаковка и сладкий сюрприз. Для заказа пиши в директ. Окей, отзывы, подарки, бэкстейдж, окинг коллекции. Я бы первым сделан коллекцию, то есть что мы продаем, где ваша коллекция. Давайте посмотрим, океан коллекшн. Я, кстати, ни разу как бы по украшениям не разбираюсь, но вот хорошо. Допустим, океан коллекшн. Серги, ракушки, 7, 100 пара. А, ну слушайте, прикольно, интересно, кстати. Так, чего-то тут написано. Колье, аммонит. Если вы это сами делаете, разрабатываете, то очень здорово это указать. Что у вас за дизайнер? Я бы продавал, продвигал дизайнера все эти украшения, потому что может сложиться впечатление, что вы в Китае закупаете. Может быть это не так, но скорее всего это не так. Но возникает вопрос, кто дизайнер. А, вот 3D-модель, вот, кстати. По 3D-модели печатается такая роскошь. В общем, непонятно процесс производства и непонятно квалификация, качество дизайна. А, вот, вижу, что вы делаете вроде как, да. Всегда украшения имеет смысл продавать через экспертность и статус дизайнера. Потому что, ну, как бы, дизайн могут быть очень разные. Люди могут не разбираться в дизайне, они хотят купить, вот, кстати, тоже прикольная тема, антикризисный дизайн. Вот, это интересно, да, какие-то хайповые темы. Ну, нормально, да, то есть каталог хорошо, то есть я ничего не понимаю в украшениях, честно скажу. Вот, понимаю только, что их нужно указать, что это наша коллекция. И разделить на коллекции. Коллекция там море, коллекция коронавирус, коллекция сердечки. Вот 3 коллекции, чтобы было понятно. Может быть они и есть, но вот мне бы хотелось так. Я бы хотел именно тематическими коллекциями, потому что ценность, насколько мне кажется, коллекции в том, что у вас есть одна идея, большая идея, это морская, земная, огненная, какие-то разные темы, неважно, любые сами придумайте, и в них есть разные коллекции и кольца, и серьги, и все остальное. У вас же тут немножко по-другому, есть кольца, и я так понимаю, кольца тут разные будут, или нет? Да, разные коллекции. То есть я бы не по кольцам шел скорее, а по коллекциям, хотя идея тоже интересная, тут возникает на самом деле вопрос, то ли мне идти по кольцам, по наименованию, то ли по коллекциям. Мне кажется, все-таки выгоднее коллекции, потому что когда у вас есть все, у вас может средний чек возрасти, когда человек видит, что у вас не только одно кольцо и большой ассортимент, он должен промотать весь ассортимент для того, чтобы что-то найти, что ему нравится. Либо он выбирает три коллекции, там зима, лето, осень, и в них уже видят весь ассортимент. То есть мне кажется, все-таки коллекционная история лучше. И здесь получается немножко нарушена взаимосвязь, взаимоподчинение. То есть в этой теме есть и коллекция, и отдельные предметы. Но при этом почему-то буст нет или сережек. Где они? То есть логично было бы, чтобы были кольца, сережки, подвески, еще что-то, тогда там все коллекции. Либо наоборот, вот по коллекциям и там все. А здесь получается одна из этого, одна из этого. Я бы вот с этим поработал обязательно. Так, подарки, отзывы. Ну хорошо, отзывы посмотрим. Приятные, прекрасные. Ну ладно, да, наверное, кому-то интересно. Да, хорошо, вот у девушек есть. Все, с отзывами окей. Сразу же просто по навигации, да, вот это. Так, что тут? Вот здесь вот правильные ответы на викторину. Что за викторина? Я, допустим, новый участник. Я пока еще ничего не понял. Я бы сделал вот здесь вот раздел такой, типа, кто мы? Почему мы? Почему у нас можно заказать? Почему нам стоит доверять? Кто наши дизайнеры? То есть такие вопросы, вот я вас не знаю вообще. То есть мне вот, ну, познакомились, да, попросили, разбор заказали, да, соответственно. И что? То есть я ничего не знаю, не понимаю. Если я, допустим, молодой человек, у меня есть девушка, мне покупать или не покупать? То есть насколько ваши кольца ценятся, например. Я не знаю, ваша ли я целевая аудитория или не ваша, но если вдруг я ваша, то у меня вопросы возникают следующего характера. То есть то, что я куплю, это ценится или нет? Это котируется или нет? Это круто, модно, современно или нет? То есть как понять? Я должен как-то анализировать. Вот, зима, да, коллекция зима, кстати, вот, почему нет? И я хочу получить какие-то подтверждения, социальные доказательства, ну, какие-то, да, что вот это вот как бы круто. Да, вот, кстати, можешь сказать о какой-то коллекции, да? Что это? Как оригинально подарить украшение любимой? Любимая. Я так понимаю, что это на мужчине. Внутри шоколадного яйца. Ну, окей. В общем, я понимаю, что здесь идет паргейф, но если вы говорите, что вы не даете таргет, если вы даете таргет, то должен быть инстаграм направленный на таргет. Что это значит? Это значит, что я пришел и я тут же все узнал. Здесь должна быть, что ваше за коллекция, куда можно кликнуть, нажать. А здесь должны быть ответы на мои вопросы. А не пропадут ли мои деньги? А как у вас заказать? А как котируется ваша коллекция? А там, нормально ли это, ну, как бы вообще дизайн или нет? Как сравнить дизайн, хороший или плохой? Я могу этого всего не знать. Значит, покупать одно кольцо, либо коллекция. Это я вот просто навскидку. То есть вам нужно проанализировать аудиторию и в инстаграм пускать именно более аудитории. У вас здесь идет как будто подогрев. То есть как будто человек такой подписался и он будет долго-долго греться. Ну, наверное, да. Но вряд ли на этом аккаунте. Я думаю, греть надо в сторизах больше. То есть вот этими всеми смыслами. А здесь, если к вам подписывается новый участник, он должен быстро сориентироваться, что есть такая-такая-такая коллекция. А здесь возражения, которые вы закрываете. Что да, у нас безопасно покупать. Да, наш товар выгоден. Да, у нас можно приобрести там все в кредит, в подарок. Мы привезем. Ну, то есть какие-то такие вещи уже больше организационные. Вот, кстати, давайте знакомиться. Это хороший пост. Но я бы не выводил его в пост, потому что сюда не домотает никто. А вот типа о нас, обо мне, вот сюда. И я бы давил именно больше упора. Делал бы на кто дизайнер, кто мы такие, наша философия. Это вот здесь. А здесь подтверждение того, что клиент купит и у него будет классная тема. Вот, кстати, каталог. Еще один вариант каталог сделать. На самом деле в один аккаунт Инстаграм все это запихать не получится. Нужно придумать стратегию, как вы продвигаетесь. Я бы действовал следующим образом. Я бы вывел отдельно коллекция, то есть коллекция, там три коллекции, например. Отдельно бы написал о нас. Отдельно бы, а вот здесь бы я сделал для новых покупателей. И вообще бы ленту я вообще не трогал. Нет смысла постоянно обновлять ленту, если к вам постоянно приходят новые покупатели. А те люди, которые хотят прогреться постоянно, тогда их уже выводить на другой Инстаграм. То есть я думаю, даже два Инстаграма можно сделать. Либо тех людей, которые хотят прогреться, не постами греть, а сторисами. Потому что вполне нормально, если они сторисами греются. Они точно так же подписаны, они точно так же видят сторисы. Потому что человек дальше мотает, вот какие-то у вас прикольные сережки. Он может не узнать об этом. А где каталог посмотреть? Где вот эти сережки я могу посмотреть в каталоге? Потому что самая большая ценность всех вот этих вот украшений и всего остального, это возможность пролистать их и быстро выбрать, что мне нравится. Либо еще бы, чтобы я сделал, возможно, я бы предложил консультацию стилиста. То есть типа в зависимости от вашей типа по фотографии подберем вам самые лучшие украшения. Вот типа того. Какую-то такую тему придумать интересную. Это тоже привлекает внимание. Ну вот, в принципе, наверное, основные вещи я сказал. В целом все прикольно сдуарба, причесать, подсобрать. Я думаю, что первое, что нужно сделать, исходя из того, что у вас аудитория нет, первое, это надо аудиторию выделить и выписать ее. Обязательно понять, кто у вас покупает, почему покупают ли коллекциями, как средний чек еще увеличить, подумать. Может быть, позвонить ему и спросить, типа, а как увеличить средний чек, то есть как вам еще продать, да, и как сделать так, чтобы вы советовали. Ну то есть такие вещи. Продумать, проработать. Это первое, да. Второе, каталоги обязательно нужны. Каталоги, причем по коллекциям. И третье, я бы в ленте встречал новых людей, а все обновления, какие-то фишечки, какие-то советы, лайфхаки я бы давал в сториза. И о себе обязательно, и о своей философии, и кто наши дизайнеры. Вот такие вот небольшие советы. Если было полезно, я очень рад. Если вы хотите маркетинговый разбор и совет, рекомендации по вашему инстаграму, сайту, продающему портфолио, либо чего бы то ни было еще, пишите мне, присылайте, и в следующий раз я вас тоже разберу и порекомендую. Также выложу на YouTube, и возможно, это тоже будет как-то полезно и поможет привлечь вам дополнительных клиентов. Продолжение следует...